Завершено строительство восьмой очереди скандально известного дома в Абакане по адресу Дружба народов 52. Именно в эту часть должны были заселиться дольщики еще в августе прошлого года, но сроки неоднократно переносились. В последний раз их установило правительство, а контроль за строительством людям уже не доверили. Как выяснил Александр Тимофеев, за работой теперь следит видеокамера. Наблюдать за строительством в режиме онлайн предложил в прошлом году Владимир Путин. Затея московским чиновникам понравилась и на все проблемные стройки новинку внедрили. Есть такая в Абакане. Этот жилой комплекс начинало возводить общество доступное жилье и сильно затянуло со сроками. Дольщики пожаловались в прокуратуру и правительство Хакасии. В результате достраивать дом пришлось уже другой организации. Сроки, которые были поставлены, были очень сжатые, жесткие прямо на самом деле. Ну и кроме всего прочего, веб-камера работала в режиме онлайн. То есть можно было посмотреть на проведение хода работ в любое время, дня и ночи. Как признался гендиректор Республиканского фонда «Жилстроя», веб-камера не давала покоя его работникам. Ощущение того, что за тобой наблюдают не из приятных. Стоит камера на видном месте, но ни закрыть, ни убрать ее нельзя. Никто не знает, в какой момент через нее смотрит наблюдатель. Сама по себе камера небольшая и похожа на тысячи других. Например, в банках висят точно такие же. Здесь же камера расположена в доме напротив. Картинку она показывает, конечно же, удаленную. Но разглядеть, на месте ли рабочие и что они делают, конечно же, можно. Собственно, москвичи так и делали. Но главное все-таки в другом. Стройка восьмой очереди завершена и 23 семьи смогут въехать в квартиры 30 сентября. Правда, остается вопрос с деньгами. Республика достраивала дом на свои средства. И в разборки между дольщиками и предыдущим застройщиком вникать не будет. Свои издержки Резжилстрой возместит за счет дольщиков. Если понадобится, то и в судебном порядке. Александр Тимофеев, Дмитрий Корнилов. Новости. Седьмой телеканал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...